МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Извините, пожалуйста. Сегодня явно не мой день. Вы в порядке? Хотя, может быть, и мой. Я Артём. А, Пушкин. Что, правда Пушкин? Не, не, я не Пушкин. Но почти как Ленский, Ланской. Я думаю, уже никто стихов не читает. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Остановка общежития. Ой, извините, мне пора. А, что, серьёзно? Общежитие? Как видите, нам не купить. Слушайте, а я никогда не был в общежитии. Приклассите в гости? Никогда. Когда? Надюш, помнишь, как ты со мной знакомиться не хотела? М? Строгая такая была, как настоящая училка. Систём, подожди. А то что? Двойку поставишь? М? Надь, между прочим, уже два месяца прошло. Тём, у меня завтра семинар. Мне надо готовиться. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Надюш, у меня прямо сейчас есть для тебя подарок. Тём, ты начинай. О-о-о-о! Тёма! 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 отзывчивая и добрая, и я ничего. И давай уже поженимся и будем жить долго сейчас. Что ты скажешь на это? Да. Ты Олега зачем отпустила? Я машину уже лет сто не водил, отвык. Послушай, он просит один выходной в месяц. Может, человек раз в месяц отдохнуть? Да может, но почему именно сегодня-то? Это же не кстати. Кто это Надя? Откуда она взялась? Надя учится в пединституте, будет учительницей русского языка и литературы. Ее родители живут в деревне и работают на птицефабрике. Отлично. Это завидная невеста. Почему только ты мне раньше-то об этом не сказала, Марго? Я бы с ним поговорил с Артемом, объяснил ему, что к чему, чтобы он об этой свадьбе и думать забыл. Артем сам должен понять, что она ему не пара. Ее родители ему в этом помогут. Поэтому я и позвала этих Кондрашкиных. Кого? Их фамилия Кондрашкины. Отлично. Повезло Артему с невестой. Послушай, когда он познакомится с ее деревенскими родителями, он сам откажется на ней жениться. Это и есть твой план? Я тебе гарантирую, свадьбы не будет. Вот, Адюха, молодец. Надо же, за москвича выходит. Жених учится на дипломата, отец банком заведует, мать в Большом театре прислала. Да лишь бы счастлива была. Вон Зимка, наша соседка, прыгала, да пыталка от радости, что за москвича выходит замуж. Только очень быстро пожалела. О, Зеленый. Как ты думаешь, наши родители подружат? Конечно, все будет хорошо. О, мама звонит. Да, мамусь, вы скоро? Мы уже рядом, только в нас тут уазик врезался. Вы в порядке? Все хорошо, сынок. Все, я еду. Да, мамусь. Надюша, в нас въехали какие-то напыщенные дюки намерения. Это какой-то ужас, ты представляешь? Боря, Боренька. Боря, я умолю тебя. Боренька, Беленький, любимый. Спокойно, все под контролем. Боря, Боренька, не убивай, только не убивай его, Боря. Что ж ты, гад, творишь, а? Ну не можешь ты ездить, ну не садись за руль, чайник. Все же расколошматил, я же починил только на прошлой неделе. Боренька, это только машина. Может, не стоило. Что? Боря, Боря, Боря! Отдай нас за пауки! Баб, ты меня... Бабочка, Бабочка, Бабочка! Бабочка! Баб. Ладно, мам. Это моя Наденька. А это ее родители. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СМЕХ Это что ж, получается, в нас въехали сваты? Но это меняет дело. Ну что, сват, обойдёмся без ГАИ? Хоп! Так. Тили-тили, тили-тили. Что это такое? Тили-тили, что ли? Тили-тили – это итальянская паста. А, паста. Томатная? Это макароны, Пополь. Макароны? Ну, макароны-то меня жена сварит, правда, Лёш? Угу. Мясной-то что-нибудь есть? Рекомендую шатобрион на гриле. Шатобрион. Это что за зверь? От говяжьей вырезка. Мяско по-нашему. Понятно. Вот. Шатобрион, да. Шатобрион как полродины стоит. Да вы не волнуйтесь, я вас угощаю. Зачем? Не надо. Я вчера премию получил. Боря. М? Это Денис Клявер. А, да. Ручку дай. И книжку. Держи. Здравствуйте, Денис. Можно ваш автограф? Да, конечно. Я уже специально для этого здесь сижу. Кому писать? Люся, это я. Пожалуйста. Спасибо. Можно еще, пожалуйста, моей младшей дочери Аси? Пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо большое. Еще и Семену мне, пожалуйста, она не простит. Семен у нас кто? Соседка. Святое дело. Фото, видео. Нет, спасибо большое. Да нет. Знаете, мы все деревни и выросли на ваших песнях. Ты же не такая, как все. Люблю. Спасибо вам за то, что вы есть. Спасибо вам. Ручку возьмите. Нет, что вы. Это вам презент. Надо же, как повезло. Клявера встретила. А вы что будете заказывать? А я тоже, что из сваха. Да? А женимся мы с Наденькой в июле, сразу после сессии. Нет, ребят, нет, нет. В июле нельзя. У нас в деревне-то в июле никого не соберешь. У кого сенокос, у кого огород. Ну, сенокос-то отменять нельзя. Так что свадьбу придется отложить, сынок. О, свадь меня понимает. Пап, да мы уже заявление подали. Ребят, давайте осенью. У нас в деревне принято осенью жениться. Да не можем мы до осени терпеть. Надь, ты что? Мам, ну ты что? Мы просто хотим скорее свадьбу сыграть, чтобы жить вместе. Ага. Ну что, сваха, готова стать бабушкой? Артему надо еще институт закончить. А вы что перепугались? Мы как свадьбу сыграем, так за детьми дело не встанет. Да, Надежда? Я хочу быть молодым отцом. Ну, правильно. А я хочу быть молодым дедом. С молодой бабушкой. Ой-ой. Ура! Со знакомствами. Ммм. Что это за порция такая? Люсь, ты нашему барсику в миску больше накладываешь. Борь, ну и давай ты ешь уже. Не выеживайся. Гурман. Ой. Подванчики. Это рукава. Очень полезно. Ты давай, Люсь, сама ешь. Не выеживайся. Полезно то, что в род полезно. Приятного аппетита. Спасибо. Борь, ну что возьми? Я предлагаю свадебный банкет устроить здесь. Это любимый ресторан нашей семьи. Нет, 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 нет. Это уж дудки. У нас в деревне гости простые. Они здешний фасконтроль точно не пройдут. Так что, давайте лучше дома. Да, и на свежем воздухе. У нас очень хорошо. Правда, Надюш? Ну, и соседок попросим харчей приготовить. Они уж порции нормальные положат. Не то, что здесь. Мои деловые партнеры привыкли к другому уровню харчей. Ладно, Вова, Надюш, ну расскажи-то им, как у нас хорошо дома. Вообще у нас хорошо. Свежий воздух, тишина. А у вас в деревне дом, хозяйство? Да. У нас курятник. Еще мы поросей держали. Вот Наденька пока в Москву не уехала, за ними ухаживала. Надюшка у нас вообще очень хозяйственная. Молодец. Все по дому делает. Это полезное свойство для будущей жены дипломата. Надя, а как у вас с языками? С языками вообще прекрасно. Она такие языки заливные делает. С горчичкой, с хреном. Прекрасно. Борь, сейчас не правильно спрошу. Я учу Маргарету Павловну французский. Да что там французский? Она древнеславянский с латинским выучила. Я смотрю, у нас Надя серьезный специалист. Редкий. Ой! Ой! Юбку новую испортила. Вчера только купила. Я на минуточку. Я провожу. Это называется приличный ресторан. Все краны поскручивали. На столовке то все краны на месте. Руки к крану поднесите. Вижу, что ни тебе, ни мужа твоему эта свадьба не нужна. Надежды вы не примете. Не вашего мой полета, птицы. Рада, что мы друг друга поняли. А чего же не понять-то? Я не первый год живу. Птичница в галерине не сваха. Короче так, свадьбы не будет, с Надей я поговорю. Нет. Артем и Надя не должны знать, что мы против. Иначе они поженятся тайно. У меня вот такое предложение. После ресторана встретимся вдвоем и все обсудим. Извините, это за институт. Да. Ты что же думаешь, что в деревне не люди живут? Или то, что я приехал на УАЗике, а ты на Мерине, значит, я хуже? Папа, хватит. Тише, Надя. Ты что, разве не видишь, что они от нас нос воротят? Поспешил это с заявлением. Папа, ну пожалуйста. Вот что. Шатабриан. Шиш тебе. А не Надюшка. Свадьбы не будет. Гуренька, Гуренька. Ой, не буяни. Что ты говоришь? Я в порядке. Я в нормальном смысле. Нормально, 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 нормально. Артем, возьми Надюшу и пойдите немного погуляйте. Ваши папы немного повздорили. Но мы сейчас с Людмилой Егоровной все уладим. Все будет хорошо. Значит, вы не против нашей свадьбы? Ну что ты, детка? Конечно, нет. Я мечтаю, чтобы у сына была такая невеста, как ты. Кстати, зови меня просто, ма... Мама. Я хотела сказать Маргарита. Пойдем, Надюш. Ты у меня самая лучшая. Будьте добры, для меня коктейль Маргарита. А для меня тогда коктейль Людмила. А у нас такого нет. А что это вы не подготовились-то? Ладно, давайте мне вот эту Маргариту выпью за здоровье свахи. Людмила, вы же понимаете, что наши дети не пара. Что Артему нужна девушка его круга. Такая, как Алиса. Алиса только что вернулась из Лондона, училась там. Отец у нее депутат. Кровопийца. Мать-астролог. Аферистка. Что? Именно такая девушка и нужна вашему сыну. Я очень рада, что мы с вами друг друга понимаем. Да не напрягайся ты так, сваха. У меня для Надюхи хороший жених есть. Федор, тракторист. Первая любовь, она его из армии ждала. Ну и замечательно. Значит, договорились? Я устрою встречу Артема и Алисы. Надюха домой приедет, Федя за ней приударит. Первая любовь вернется. Красивый парень. О, какие леди прямиком из Лондона. А я только что Алисе говорила, что она стала настоящей леди. Привет, Артем. Мам, ну, глядя на Элис, не скажешь, что она мне все детство лопаткой била в песочнице. Ну ладно, вы тут все обсудите. А я вас ненадолго оставлю, мне надо позвонить. Ну, как там в Лондоне? Туман. Все только и говорят о погоде. Твоя мама сказала, что ты женишься? Да, я теперь жених, представляешь? С трудом. Да, не понимаю, как ты так быстро решил связать себя воздумем врага. Да я сам не ожидал. А ведь ты когда-то собирался жениться на мне. Ну, это когда было. Ты из меня выбила это обещание? Своей лопаточкой. Да. 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 А помнишь, в детстве ты еще кое-что обещала? Ну ладно, хорошо, допустим, со свадьбы не получилось. Но второе обещание, ты живу помнишь? Ну вот, вот об этом-то я и мечтала все детство. Накататься так, чтобы аж прям надоело. А ты еще не накаталась? Нет! Мы еще не были на чертовом колесе. Пойдем, пожалуйста. Пойдем. Надя, держи. Привет, Витя. Привет, давай. А где папа? Почему он не приехал? Он не смог, меня попросил. Надька, как я по тебе соскучился, слушай. Как в армии прям. Да? У меня же в армии твои письма-то и грели только. Ты что, мне все пацаны завидовали? Ты же мне каждый день писала, помнишь? А еще у нас, представляешь, отбой был? Все спать лягут, а я и нет. Лежу, мечтаю, когда вернусь с армии. Мы с тобой свадьбу собираем. Живем своей семьей. Заболел, что ли? Кто, я? Да нет, папа. Почему он не приехал? Я не знаю, я. Надюх, Надя, Надежда. В общем, я тут денежку собрал на свадьбу. Мамка нам комнатку выделит. Заживем. Пять. Я замуж выхожу. Замуж. На москвича меня променяла, да? А чем я хуже его? Чем я хуже его, а? Чем, что я на тракторе езжу, да? Да ты посмотри, посмотри, какое красавица-то. Ну, Надь, что? Ну, ты сам все прекрасно знаешь. И трактор тут совершенно ни при чем. Надь. Надь, ну ты что? Надь, да я с того раза ни капли не пил больше. Ну, честно. Надь, ну ты прости дурака, но я распустил свои грабли. Я ж тогда с армии вернулся, я ж по тебе соскучился очень. Надюх, ну не казни ты меня, ну прости, а? Да простила я тебя уже, Федя. Ну, давай забудем. Да, Надь-ка. Федя. Я Артема люблю. Федя, ну поехали уже. Да, приехали уже. Холна. А свадебное путешествие я Надю хочу на Мальдиву отвезти. Она никогда за границей не была, представляешь? Артема. Вот моя Надя. Симпатичная. Я таких никогда не встречал, понимаешь? Элис, ты прости меня, я болван при девушке, говорю о другой девушке, но... Ну какая я тебе девушка? Ну какая я тебе, черт возьми, девушка? Я твой друг. Поэтому при мне можешь обсуждать все, что угодно. Через год и надо опозорилась. Ой, позор, а позор, еще позор такой. Уехал Петечка. Я ее не взял с собой. Твоя моя моя такая моя. Надька. Надька. Надька, моя дорогая. Ну, как ты? Какое красивое. Здравствуй, Федя. Здравствуй, Ася. Асенька, ну-ка быстро за супчиком следите. Мам, а где папа? Почему он не приехал меня встретить? Ну, так он же, это самое, как это? На работе. А он с мужиками в баню пошел. Федь, как дела? Ася, я кому сказала за супчиком следить? Ну, сначала ты пошел на работу, потом в баню отмыться. Вот хорошо, Федя, я к тебе смог встретить. Ладно, мам, пойдем, Аське помогу. Чего? Да ничего. Не любит меня твоя Надька. На вон теперь москвича своего любит. Да ладно, ты перестань. Первая любовь так просто не забывает. Да я тебе как бабу говорю. Ты знаешь, что сделай? Чего? Да и роман спой, вот этот. Очаровательные глазки. Я тебе серьезно? С каким расторгом займ встречаю Твои прелестные глаза Но в них я часто замечаю Уж они не смотрят на меня Я часто встречаю Счастливая Надька. Вон, как Федя тебя любит. Смотрят на меня Надюх, выходи за меня замуж, а? Федя, иди спать. Смотри, как наши мамы подружились. Да, они даже созваниваются каждый вечер. Тебе не кажется, они что-то мучат? Похоже на какой-то заговор. Перестань. И уже столько вопросов со свадьбой решить нужно. Вот они и на связи. Ничего не помогает. А свадьба все ближе. Людмила Егоровна. Людмила Егоровна. Чего сваха? Я же просила так меня не называть. А я просила называть меня Люся. Хорошо. Скажите, Люся, какие недостатки у вашей Нади? Недостатки? Не пьет? Не курит? Готовит пальчики оближешь. Вот такие у моей надежды недостатки. Что вы мне ее сватаете? Я, между прочим, с вами одно общее дело делаю. Надо найти что-то такое, что оттолкнет Артема от Нади. Ну, пожалуйста. Ну, не знаю. Читать она любит. Может, целый день с книжкой с этой просидеть. А грядки так и не прополит. Но это не поможет. Что-то еще? Да. Наивная она такая. Такая доверчивая. Я ее учу, учу. А у нее все время душа нараспашку. Не знаю, что делать. Уже теплее. Что еще? Да нету моей надежды. Недостатков. У Кондрашкиных достоинства. Ну, может, она злопамятная. Или обидчивая. Кто? Надька? Да она вмиг все обиды прощает. А может, она спятничать любит? Мой Артем этого не выносит. Ну, чтобы моя Надька просто так языком маловала. Да никогда. Может, у нее со здоровьем что-нибудь. Может, она больная. Надя? Да она здоровая, как лошадь. Да ты что еще сглазишь меня? Вот, вот, вот. А Надя тоже в приметы верит. Мы все верим. Как не верить-то? Ну что? Составили список гостей? Да, составили. Я взгляну. А нужно еще, чтобы папа утвердил. Деловые партнеры – это святое. Мороженое пойдете есть? Надюша! Надюшка, может, пока здесь свадебное платье выберем? Давай. Ну и хорошо. Черемуха-то моя белая. Яблонь – это мое в цвету. Мамуля. Какая же ты у меня была. Мамультика моя. Я его беру. Нет, дочь, ну-ка, перестань. Ну что первого папаша-то брать? Не надо. Мы еще посмотрим. Тебе же оно понравилось. Миленькое. До свадьбы еще время есть. Дочь, я так не поняла. Какое ты платье-то хочешь? Ну я хочу то, которое мы с тобой мерили, мама. Это мой полмагазин. Да нет, ну которое с открытием без... Дай погадаю. Не надо. Пойдем. Вижу, замуж собралась. Ну конечно, мы только из свадебного салона, маму. Все понятно. Пойдем. Денег не надо, помочь хочу. Слушай, ну погадай. Зачем? Ну погадай, ну а что тебе? Ну давай руку. Давай, не бойся. Давай руку. Лежу, в речке тонуло. В детстве. Собака кусала сильно. А письма в армию одному писала, а замуж за другого собралась. Было? Откуда вы знаете? Я про тебя все знаю. Нельзя тебе в этом году замуж выходить. Беда будет. Какая беда? Большая беда. Страшная. Аферистка какая-то. Дочь. А вдруг правда? Мам, это простая гадалка. Почему мы должны ей верить? Дочь. Если с тобой что произойдет, я не переживу. Вдруг с Артемкой что? Ты же себе этого никогда не простишь. Дочь, ну может, ну и эту вот свадьбу-то и... Ну, тут я верю. Мамочка. Скоро и мы здесь свадебные фотографии будем делать. Я фотографа нашел крутого. Тем, я как раз с тобой хотела об этом поговорить. Может, мы торопимся? Не понял. Ты что, не хочешь за меня замуж? Очень хочу. Ну и сыграем свадьбу, как планировали. Ты, кстати, купила себе уже платье? Нет. Надюш, ну что с тобой? Ты понимаешь, ко мне подошла цыганка. Она сказала, что будет большая беда, если я выйду в этом году замуж. Ты поверила? Тем, она мне по руке все мое прошлое рассказала. А что, если она и будущее знает? Тем, давай отложим свадьбу. Поженимся, когда ты защитишь диплом. Надюш, мы не будем ничего откладывать. И все эти предсказания че-пу-ха. Мам, ты дома? Да, сыночек. Привет. Привет. Ну давай, рассказывай. Что? Садись. Садись, садись. Что? Как там, Надя? Она сильно расстроена? А ты откуда знаешь? Мне Людмила Егоровна позвонила, сказала про эту ужасную цыганку, которую они встретили. Просто Надя, она такая доверчивая. Представляешь, она меня попросила свадьбу на год отложить. Так что? Теперь свадьбы не будет. Мам, свадьба состоится по расписанию, все в порядке. Я Надю уговорил, что все эти предсказания, это полная чепуха. Ну, все хорошо. Кстати, мам, ты заказала зал в ресторане? Конечно. Да, Элис? Конечно, могу. А что случилось? Угу. Ты что, действительно ресторан забронировала? Конечно, нет. А это что, под контролем? Все под контролем. Ну, как тебе? Мне супер. Ну, главное, что понравилось ту таинственную принцу, которая украла у тебя сердце. Кстати, можешь и скажешь, как его зовут-то? Пока не скажу. Ну, хоть первую букву намекни. Знаешь, в свое время. Ну, ну, не забудь на свадьбу пригласить. Не переживай, не забуду. Кстати, приходите к нам на свадьбу, а я скажу Наде, чтобы она букет невесты бросила. М? Ты настоящий друг. О, боже, посмотри на этот кошмар. Блестит, как новогодняя елка. Да ты в Лондоне отвыкла от русского гламура просто. То есть ты мне хочешь сказать, что вот это кто-то еще носит? Ну, кто-то носит, у кого нет чувства вкуса и чувства прекрасного. А позови, пожалуйста, консультанта. Конечно. Надюшка, а что такая грустная? Да никак у меня не выходит эта цыганка из головы. Ну, а что, если она была права? Надя, ну, ты современная девушка. Неужели ты веришь в какой-то уличной цыганке? Да я же не за себя переживаю. Я больше всего на свете боюсь Артема потерять. Надя, ма, а вы что тут делаете? А мы тебе подарок ко дню рождения искали. Да. А мне Артем помогал выбирать платье невесты. Тебя продавщица, правда, подумала, что мы жених и невеста. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Надь, я надеюсь, ты же не обиделась? Да нет, ну что ты, Алис. Алисочка, ты же придешь на день рождения Артема? У нас будет отличная вечеринка. Обещаю, что не пропущу. Ой, вы извините, пожалуйста, мне просто в салон красоты уже пора. А, конечно, беги уже два часа дня, то есть ничего себе не отрезала, не покрасила. У тебя очень красивая подруга, Артем. Ну еще бы, Элис, из салона красоты не влезает. А ты у меня и так самая красивая. Я люблю тебя такой, какая ты есть. Ладно, голуби, мне пора. Пошла. Пока, мамаша. Пока. Алло, Даниэль, это Марго. Срочно нужна твоя помощь. Надо изменить имидж невести моего сына. Завтра? Отлично. Все, будем, давай. А вот и наша девушка. По-моему, очень. Спасибо. Потрясающе. Ну вы-то такое не носите. Вы такая элегантная. Ну в моем возрасте только остается, чтобы быть элегантной. А в молодости надо быть эффектной. По-моему, я выгляжу глупо. Не глупо, а прекрасно. Артем, кстати, как-то обмолвился, что тебе не хватает столичного лоска. Поверь мне, когда ты появишься в этом платье на дне рождения Артема, то ты будешь самой красивой девушкой вечеринки. Артем будет так гордиться тобой. Вот только с волосами надо что-то сделать. А что, Артему-то все нравится? Вы же вчера слышали, что он сказал. Ну ты разве не хочешь быть еще красивее для него? Хочу, но... Поверь мне, все будет отлично. Иди переодевайся. А я позвоню своему стилисту. Финальный штрих и вуаля! Боже мой! Настоящая звезда! Прекрасно! Артем меня не узнает. Как вы думаете, его понравится? Конечно! Именно так должна выглядеть настоящая жена будущего дипломата. Это он. Да, Артем, я скоро буду. Кто ты? Гламурная блондинка. Куда Наденьку мое дело, а? Тебе не нравится? Нет, ну что? Наденька, прости, пожалуйста. Все хорошо, ты мне любая нравишься, конечно. Все хорошо? Да, все хорошо. Пойдем, все хорошо. Ты прекрасна. Пойдем. Привет, Рузанна. Темочка, здравствуй. Надя, это Рузанна, мамина подруга. Знакомьтесь, это Надя, моя невеста. А это Рузанна, известная актриса. Да, конечно, известная. А вы знаете, мне кажется, я вас видела в роли уличной гадалки. Вы были так убедительны. Я? Нет, я никогда не играла в уличных гадалках. Извините, я в театр опаздываю на репетицию. Пока. Надюш, ну ты что, ты понимаешь, что тут не может быть Рузанна? Да, я понимаю, Тём. А ты знаешь, а ты прав. Все эти предсказания – чепуха. И мы с тобой поженимся так, как и планировали. Друзья, друзья, спасибо большое, что вы все пришли ко мне сегодня на день рождения. Я вам очень благодарен. Я хочу поднять тост за самую яркую звезду, за самую прекрасную и добрую женщину на свете, за народную артистку и при этом прекрасную, любимую мою мамочку. Мама, спасибо тебе большое за все. Я тебя очень люблю. Ура! Спасибо. Алиска. Артём, с днём рождения. Спасибо, Алиска. Ну что ж, где твой таинственный мистер Икс? Не поверишь, он уже здесь. А где твоя невеста? Сам жду. Жду и жду. Тёмыч! Мам! С днём рождения! Оп! Плавим! Два очка. Маргарита Павловна, вы прекрасны. Спасибо. Максон, красава, что пришёл. Стой. Ну как? Все идёт по плану? Да. Она наверху переодевается. То самое платье. Именно. Это будет бомба. А вот и она. Наденька, какая ты красивая. Тёма, с днём рождения. Это твой подарок. Ты мой подарок. О, класс! Класс, вы смотрите. Макс, Макс, ты что, не знаешь, нам нельзя фотографировать перед свадьбой? Это плохая примета. Это хорошая примета. Фотографируй. Отлично. Тём, прости, я на минутку. Маргарита Павловна, простите, пожалуйста, я вернула платье, которое мы купили вместе, и купила себе новое. Я надеюсь, вы не против. Что ты, детка, тебе очень идёт. Слышь, а ты знаешь, какие слова ты ей скажешь уже? Ну, на свадьбе. Элз, какие слова? Какие слова? Вообще-то, как ты её сильно любишь, я не знаю, но для каждой девушки это очень важно. Ну, пойдём, пойдём, я тебе помогу. Я знаю. Артём вам не говорил, мы вчера встретили вашу подругу, Розанну. Она просто копия той цыганки, которая мне беду нагадала. Ну, так все цыганки похожи друг на друга. Ну, не все так убедительны, как актрисы. А я ещё подумала, почему она с меня денег не взяла. Ты мне хочешь что-то сказать? Нет, не хочу. Простите, а вы не видели, куда пошёл мой жених? Мне кажется, он пошёл с Алисой вот туда. Ну, давай, представь, что я Надя. Эллис, это глупо. Слушай, я пытаюсь тебе помочь. Окей, ладно. Ты единственная для меня женщина, и я хочу провести с тобой всю жизнь. Ну, как тебе? Я согласна стать твоей женой. Эллис, ты из роли-то выйди. Не могу. Потому что я люблю тебя. Ну, а как же твой мистер Икс? Мистер Икс, это ты. Эллис, я тебе только друг. Сыночек, что случилось? Надя уехала? Как уехала? Я ничего не поняла. Она была очень расстроена и сказала, что свадьбы не будет. Можно нас поздравить. свадьбы не будет. Да, моя Надька твоего Артемка не просит за эту Алиску. Можешь не волноваться. Что празднуем? Артем, Надя? Да мы сидим, думаем, как вас помирить. Да. А, так мы уже помирились. Вот пришли узнать насчет свадебного банкета. Простите, а вы точно заказывали банкет на 5 июля? У нас нет свадьбы в этот день. Я лично заказывала. А пойдемте-ка проверим. Мамуль, так по какому поводу шампанское? Дочь, сваха сказала, что я этой бряньи французской никогда не пила. Выпила кисло, боюсь, сжога начнется. Вот. Прошу прощения, банкет действительно заказан. Что вы хотели обсудить? Меню. Мама, ну раз вы здесь, может быть вы этим займетесь тогда? Ну, конечно. Да, и проследи, чтобы этой кислятин не было на столе. А мы пока с Надюшей пойдем свадебное путешествие выберем, да? Пока. Пока. не открывай, 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 не открывай. Так, стой. Открывай. ну как тебе чая-то квартира эта квартира наша родители нам на свадьбу подарили но мы можем уже жить ой 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 божечки ты мой ой 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 тёма я так счастлива ну свах чё послушай людмила у меня есть идея ты их рожаешь чаще чем кур мои несутся ну что на этот раз а то что артём очень ревнивый девушка с которым встречался до нади она его обманывала и потом вернулась к своему бывшему парню ну лапух твой сынок а нам то что с этого а то что второй раз он такого не простит надо скомпрометировать надю перед артёмом пусть он приревнует ее к фёдору господи не знал что будет такой своей дочери делать ну ладно побежал компрометировать давай стой чё слазь давай иди сюда ну и чё ты тракторист такой лапух чё да ничего ты за натику собираешься бороться ну как с него бороться то она где он я в городе а я тут послушай меня для настоящей любви не существует преград век мобильной связи ну чё смотришь на меня звони давай ей звони говори что она красивая что ты ее любишь даже не хочу она вон его теперь любит послушай меня они ругаются все время мы не можем этой свадьбы допустить вообще не можем спасать на очку надо давай алё надюша привет это федя а как дела а лекция начинается тогда я вот что звоню сказать ты да ты знаешь на надюш ты красивая ты ты очень красивая ты ты знаешь ты такая красивая ты такая красивая что я прям ты ты знаешь что ты очень красивая это уже на трубку бросил странно делать что-то на трубку положила правда какие хорошие комплименты красивая красивая очень красивая да я души кому твоя душа сейчас нужна дурак знаешь что ты будешь не звони будешь писать ей смс-ки любовные я вообще не умею что-то пить стоять на месте мимо тёщиного дома я без шуток не хожу вот тебе я вам клава я тебе больше вообще город копать не буду вот дают а да ладно тебе брус ты их вот обрученный тайный и вот яростный викинг чё это чё это чё это шпаргалки милдруг будешь отсюда переписывать на эти любовные признания давай вот оно чё ну ладно спасибо я пойду давай слышка только умей этого яростного викинга верни я не дочитала ладно ладно спасибо давай не ни одна герцогиня не сравнится с тобой моя нежная лесная фиалка феди федя надюш я дома привет как вкусно пахнет это я по маминому рецепту приготовил отлично я очень проголодался чё пишут да ерунда пишут что я очередной миллион выиграла как твой семинар все очень хорошо прекрасно ненькая кружечка веселенькая это я сегодня купила а белых не было а тебя что не нравится я просто хотела как-то оживить мне все нравится все прекрасно все очень нравится о что второй миллион так я буду любить тебя даже когда все звезды погаснут федя федя это же твой бывший ты же говорил у вас все кончено так и есть я вообще не понимаю откуда он взял мой телефон тем мне же кроме тебя никто не нужен тем 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 он Кто это? Ну, соседи, наверное, ничего. Нет, так звонят соседи, которых заливают. Надо открыть. Ну, наконец-то. Я думала, я дверью ошелась. Мама, показывай, как устроились. О, доча, на, держи квашенка, домашняя, Ася. А я, как услышала, что вы вместе собираетесь с Артемкой жить. А она сразу похвачилась, приехала. Ну, только у вас скучно. Ну, прям как в больнице, че слово. Тоска. Вот посюда обои, как у тети Гали, в цветочек. Не нравится? Не, а что тогда? А можно, как у тети Гали? Вот такие вот, вот такие вот бабочки по всем стенкам. Еще натяжной потолок. Вот прям евроремонт. Нам даже никогда не скажут, что узбеки делали. Ой, я же вам шторы купила. Надю, ты свадебные плащито купила? Нет, в чем? Да, вместе поедем, да, да. Завтра, послезавтра. О, нет, это изнанка, подожди. Вот, Свет, а? А вы к нам надолго? Ну, вообще-то я, вообще-то я думала до свадьбы пожить, но думала там помочь с подготовкой того всего, но если только не помешаю. Разумеется, нет. Чувствуйте себя как дома. Спасибо тебе, Артемка. Тебе Федор привет передавал. Мам, а что, мам? Вот она мой фильм с мамкой. Пойду шторы повешу. Иди, иди, сынок, повеси. Мам, ну зачем надо было про Федю говорить? Ну, а что такого-то? Ну, нам не чужой. Поэтому она один-одинешенник осталась. Похоже, твоя мама была бы счастлива, если бы ты замуж за Фетю вышла. А я буду счастлива, когда выйду замуж за тебя. Слушай, подожди, подожди, ну как-то неудобно. А вдруг маму... Он на тебя целый день ждал. Это уже издевательство какое-то. Слушай, с ним мама никогда так раньше не храпела. Она, наверное, перед приездом тренировалась. Ладно, давай спать. Молодец, Семеновна. Хорошо храпит. Эй, Соня, давайте вставайте. Доброе утро. А я чайничала, самоварничала. Всю посуду перебила, накухарничала. Доброе утро, моя маленькая. Мила Горя, что так рано? Сегодня же суббота. Да я привыкла рано вставать с петухами. Ничего, на том свете высплюсь. Ну, давай, сынок, налегай на блины. Со сметанкой, с вареньцем. Давай. Ну, как? Как вкусно, как в кафе. Мам, ты не готовила никогда? Она же была Иринна, дети все время. Ну, ничего, Надюшка тебя накормит, да? Надюш, это прекрасная традиция семейная. Будешь блины печь по субботам для меня и наших детей. Очень хорошая традиция. Все, побежали. Нет, мамуль, прости, пожалуйста, у нас очень много дел. У нас очень много дел. Спасибо. Прости, извини. Хорошая была бы традиция. Тебе звонили. Спасибо. Это что за жижи? Сок из яблока и сельдерея. Очень полезный. Хочешь? Слушай, ты хотя бы блинчиков, что ли, напекала? Ё-моё. Одна вас, влюбленная, Ой, лять, пора. Гуляла до утра. О! Алло, да, Сфаха. Да. Алло. Ты что, дрыхла, что ли? Да какой там? Всю ночь не спала. Ну, рассказывай, что там у тебя. Ну, я, значит, всю ночь Храп Семенную туда-сюда гоняла. Значит, нашим голубкам было не до романтики. И внуков они нам с тобой не заделают, пока я здесь. Ох, наконец-то. Хоть одна хорошая новость. Слушай, слушай, Марго, может, мы это зря все, а? Мам, слышь-ка, по-моему, они вза правду друг друга любят, а? Да ничего не зря. Люсь, ты все еще со мной или ты против меня? Ну, конечно, с тобой, Марго. Ну, куда я денусь? Ну, что, если... Насте своей, что ли, враг? Ты же ее в гроб загонишь, если она за Артема замуж выйдет. Если будем придерживаться нашего плана, то все будет хорошо. Понятно. Ты эти блинчики умеешь делать? Конечно, умею. Научишь меня? Значит, так записывай. Берешь три яйца, взбиваешь с сахаром. Тихо вливаешь. Подожди, нам надо встретиться. Я буду ждать тебя в машине у метро, и заодно ты мне все расскажешь. Жду, не дождусь нашей свадьбы. А когда свадьба, молодежь? Через две недели. Поздравляю. За ваше счастье, а? А знаешь, в чем секрет семейного счастья? Невесту нужно выбирать из своего круга. Я вот идиот свою из деревни взял. Вам не стоит пить на солнце. Ну, как моя, слава тебе, Господи, бывшая теща. Та тоже мне все время жизни учила. Как приказы из деревни. На полгода заставят все с оленьями, вареньем, банки везде. И на меня пилить кран не смог починить, ни мужик. Гвоздь не забил, ни мужик. И дочь, и след за ней тоже мне пилить начала. Слава богу. Все закончилось. Потому что, говорят, девушку-то из деревни можно вывезти. А вот деревню из девушки никогда. Деревня диагноз. Тем, пойдем отсюда? Маргарита Павловна дело сделано, как заказывали, да? А когда вторая часть гонорара? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Хэнде Хок, мадам. Что? Бабки, ключи от тачки, быстро. Да, да, конечно. Вот, пожалуйста. Одинни сейчас. Вот, возьмите. Ты что, издеваешься, тетя? У меня все деньги на карточке хранятся. Это что у тебя? Это колечко, оно чуть не стоит. Это мне муж подарил, что когда денег не было на свадьбу. Бестелушка. Ух ты, смотри, пчелок! Ну-ка, вылезь! А ну-ка, вылезь сюда! Я тебя сейчас, знаешь, что? Ты стеснялся у него в нос? Люся! А-а-а! Моя новая сумка. Ты сморчила! Ой, 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 ой. Моя сумка, я ее нарыл. Я ее нарыл. Тихо, ты жару, ты жару, ты жару. Тихо, я тебе новую куплю. Ладно, не натяну. У тебя ничего не было, спасибо тебе, Люсенька. Спасибо, дорогая. Спасибо, такая хорошая. И Надя у тебя хорошая. Но только не будут они счастливы с Артемом, Люс. Мы постараемся, постараемся. 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 УДАР Мам, мы дома. Ой, ну как же хорошо, что вы пришли. Представляете, кран потех. Я не знаю, что делать. А-а-а. Надо сантехника вызвать. Да ну что ты? Ну зачем сантехника-то вызывать? С этим любой мужик справится. Это нужен этот, как его? Ключ есть инструмент? Нет, у меня нет инструментов. Я вызову сантехника. Да ну перестань, это еще не мужик, что ли? Ты еще кран починить не можешь? Мам, ну перестань, пожалуйста. А что такое? Алло, диспетчер? А Федя бы вот просто в две секунды бы починила. Мам, ну при чем тут Федя? А что такого-то? Федя, 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 Федя. Ау! Господи, что ты наделал-то? Это же Надюшкину любимое варенье малиновое. Ну не надо было столько банок в холодильник пихать. Ну мы же специально на самый край поставили, чтобы я ее грохнул, ну? Конечно, теща, во всем виновата. Прости меня, дура деревенская. Темный, перестань, пожалуйста. Помоги мне лучше это варенье убрать. Куда полотенце? Мама его купила. Оно же теперь не отстирается. Мама? Ну и хорошо. Ему самое место на помойке. Прости меня, барин. Прости. Чем тебе мое полотенце-то не угодило? А дома всем нравилось. Нравилось? А, это все объясняет. Вот правильно мне мужик говорил, что можно вывезти девушку из деревни, а деревню из девушки никогда. Так вот, значит, какого ты обо мне мнения? А мама меня предупреждала, что ты будешь меня деревней попрекать. А ты только маму слушаешь. У тебя своих мозгов нет. Мама, пойдем отсюда. Ай, что ж ты натворил-то? Она тебе поэтому никогда не прости. Это значит, я даже не понимаю, за что ты с нами так. Беги, беги к своему Феде. Он по тебе уже соскучился. Он тебя уже заждался. Это что? Блины. Так, пахнут как настоящие. Так они настоящие. Я сама их испекла. Ну, дела. Ну, вкусно. Слушай, нет малинового варенья? Не обдалось им это варенье, а? Ой, сынок, какой сюрприз. А я блинов испекла. Хочешь? Не, Ма, спасибо. Блинами сыт по горло. Подожди. Я про свадьбу хотела спросить. А-а-а. Не будет никакой свадьбы. Ну? Как не будет. Вы что, с Надей поругались? Мам, лучше не спрашивай. Пап, ты уж прости меня, но я понимаю, что ты уже позвал и партнеров, и что, слухи пойдут. Ну, так вот. Сынок, так это лучшая новость за сегодняшний день. Володя. Вот кому-то хоть доставил счастье. Дай зарядку от телефона. У меня в спальне на тумбочке возьми. Хорошо, возьму на тумбочке зарядочку. Молодец, Марго, не подвела и блинчиками порадовала. Зарядочка моя. О! А вот мой плеер нашелся. Артем. Нашел зарядку. Это не то, что ты думаешь. Надя очень хорошая девушка, но просто она не пар тебе. Значит, Надя была права. Ты Рузану под видом цыганки к ней подослала. Мама, мама. Послушаю-ка я тещу. Алло, Рит. Рита. Ну, в общем, можешь плясать. Я увезла Надюшу в деревню, и у нас с тобой получилось сорвать эту свадьбу. Ну, все, чао. Пока. Ну, что, Рит, пляши. Артем. Ну, Артем. 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 КОНЕЦ Что? Пропустите меня к Наде. А то что? Пропустите меня к Наде. Ха. Пропустите меня к Наде, или я все ей расскажу. Надя, к тебе! Надюш, прости меня, пожалуйста. Я виноват. Я лишнего наговорил. Но и ты мне пойми, я не привык, чтобы меня жить учили. Надюш. Надюш, ну посмотри на меня. Надь, только обещай, что не позволишь своей матери вмешиваться в нашу семейную жизнь. Хорошо? Обещаю, обещаю, обещаю. Ну, сыночка, устрою тебе сельскую жизнь. Подожди. Алло, Сваха, ну наконец-то ты подошла. Слушай, Артемка твой приехал, с моей Надькой помирился. Люся, сделай что-нибудь. Что я тебе сделаю? Подключай этого вашего тракториста. Поняла тебя. Давай, пока. Федь, быстро иду сюда. Надя просила отдать ей письма. Бегом, я сказала. Ну все, хватит. Давай, иди сюда. Показываю. Берешь полено. Ставишь. И со всей дури. Трясь, понял? Да, понял. Давай. Трясь. Ну что ты его гладишь-то? Ставь. Что это тебе, буратины что ли? Давай со всей дури к тещиной матери. Лупи уже. К тещиной матери? Ну. Слушай, какой ты мумер. Не читай, Федя. Не понимаю, что Надь не нашла. Тема. Тема. Ты у меня самый лучший. Самый лучший дровосек. Артем! И дрова-то поколешь, потом забор будешь чинить. Ага. Да ладно, я его вчера починил уже. Боря? М? Значит, плохо починил. Да, ну, ну. Боря! Надя! О, здорово, Федь! Здрасте. Привет, Федь. Познакомься, это мой жених Артем. Да, вижу я. На вот. Ну, ты нашел время. Ты же сама просила. Я? Тетя, Люсь, подержи. Угу. Отдохни, дровосек. Ай, молодец. Па, учись, студент. О, письма ему перечитываешь. Что пишет, дай почитать. Тём, пожалуйста. А что, есть что скрывать? Любимый мой Федюня. Ох, Федюнька-то, а. Меня так ласково не называла. Тём. Не читай, пожалуйста. Я это писала два года назад. Я тебя тогда еще не знала. Надя, прости меня, пожалуйста. Я просто так себя глупо введу, я тебя очень потерять боюсь. Этого никогда не будет. Надя, надо просто рассылку отменить. Что тебя спамят все время? От Феди. Целую тебя в твою прелестную родинку. Откуда он знает про родинку? Я не знаю. Я думал, что ты самая искренняя, отзывчивая, добрая. Ты такая же, как все. Тём. Тс-с-с-с-с-с, ты только молчи. Молчи, не ври. Всё кончено. Тёма. 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 Да пошли вы все! К чёрту! Да, Элис. Тёма. Оп! На! У-ху! Ура! Да, да. Признаюсь, признаюсь. Проиграл по всем фронтам. Готов исполнить любое желание, прекрасная леди. Любое-любое? Любое-любое. Женись на мне. Да, мам. Да, сдала. Отлично. Только давай без голубей, хорошо? Надюш, привет. А мы тут с Артемом решили пожениться. Даже уже заявление подали. Надь, подожди. Хм. Надь, случилось что? Случилось. Ты еще жениться на мне хочешь? Ты это серьезно? Надь, на. Свадьба наших детей выпадает на очень удачное расположение планет. Я сделала чертеж. Мама, опять ты со своими звездами. Звезды никогда не лгут. А вот в этом я уверена. Ваш брачный союз будет очень успешным. Наше счастье в наших руках. Правильно, дочка. Как говорится, на звезды надейся, а сам не плашает. Ну так что вы решили насчет свадьбы? А мы решили расписаться здесь, а сама церемония будет проходить в Европе. Прекрасно. Да, я хочу свадьбу в Италии. Но это моя свадьба, и я хочу, чтобы все прошло безупречно. А ты чего хочешь, Артем? Я как Алиса. Ведь это и ее свадьба. Артем, ты милашка. В общем, я все решила. Свадьбная церемония будет проходить на берегу озера Кома. Ну вы только представьте. Роскошная вилла. А я в белом платье на фоне озера. Супер, Алиска. Правда, классно. Вы простите меня, пожалуйста, мне к пересдаче нужно готовиться. Пока, мам. Пока. Чем обязан? Людмила, Гором, да что вы. Устаньте. Ну, послушайте, я не понимаю. Ты меня послушай. Надя тебя не обманывала. Не обманывала. Это я... Это я эту эсэмэску про родинку написала. Вы? Зачем? Не хотела я вашей свадьбы. Совсем не хотела. Муж очень выразный. Понимаешь? А теперь она замуж вот за этого... За этого Федя выходит. А у меня сердце кровью обливается. Замуж? Быстро же она. Да, ты сам хороший. Ты собрался на этой своей Лисе и Алисе жениться. Но это она тебе в отвестку. Неужели ты не понимаешь, что она это тебе в отвестку? А она его совсем не любит. Ну, раз замуж выходит, значит, все еще любит. Ну, ладно, у меня пересдача послезавтра. До свидания. Мне готовиться надо. Замуж за Федюнечку своего выходит. Да совет вам, да любовь! Дочь, ты такое платье красивое. Ты у меня. Ты такая красивая у меня дочь. Ну, Буленька красивая для Федора, а? Ты уверена, что хочешь за него замуж? Ты же говорила, что Федя будет мне хорошим мужем. Да, мало ли чего и говорил. До чья я к Артему ездил? Зачем? Правду ему рассказать. Это я ту смс-ку про Родинку писала. Ты? Зачем? Я не знаю. Мама, ну как ты могла? Я думала, что тебе с Витей будет лучше. Ты перестань, ты уже лезть в мою жизнь. Я же уже не маленькая. Доченька, ну прости ты меня, дурокаянный. Ну, прости меня, пожалуйста. Ну, я же поехала к нему всю правду рассказать. А он что? Значит, женится. Знаешь, это он сгоряча. Я прямо, я по глазам видела, это он сгоряча. Он потом передумает, честное слово, он передумает. Доченька, ну нельзя, ну нельзя без любви замуж выходить. Если бы он меня любил, он бы не женился на Алисе. А раз я ему не нужна, я выйду замуж за Федора. Что же я наделала-то, а? Надя! Надя! Нет, Федюня, Надя, я тебе не отдам. Доброе утро, котик. Нам нужно срочно выбрать, какого цвета будут салфетки на нашем свадебном банкете. Цветы фиалки или цветы орхидеи? Жирафова. А что, издевается? Издевается. Надя! Иди сюда. Доченька, милая, ну можно же все искорить, правда? Еще есть время, пожалуйста, доченька, милая. Ну, ну прошу тебя, ну не ходи ты замуж без любви. Мама, лучше пожелай мне счастья. Надя! Мама! Надя! Надя! Не, я не понял, ты его тоже приглашала? Нет, Федя, я его не знаю. Надя, не выходи замуж. Да погоди ты. Надя, я люблю тебя. Где он это ни в какие ворота не лезет? Сейчас я с ним... Надя, стой, парень, стой, пусти ревку. Да вы что тебе тут? Сколько я тебе сказала? Надюш, Надь! Куда ты, дурак? Наденька! Ну что ты? Ну что ты, дурочка? Надя! Иди! Надюш, Надя! А как же Алиса? Я тебя забыть хотел, но не вышло. О! Уже целуются. А кто жениться-то будет? Фидейка. Прости. А ладно, тетя, тетя. Ну что? Мы что стоим-то? ВИЗГ Пойдем! Аська, а ты что не пошла? Ну а что я там не видела? Хочешь, я тебя на тракторе прокачу? Хочу. Правда? Да. Пойдем? Пойдем. Полюбила дипломата, а он без диплома, загляни в свой паспорт, Надя, ты жена Артема. Посмотри, как у нас дочка-то выросла, она такая маленькая. Наконец-то ты моя жена. А ты мой муж. Меня милый не целует, говорит, что маленькая. Подожди-ка, милый мой, я встану на заваленку. Ой, Артемка, дорогой, поцелуй ее разок. А на тебя ты разада, чтоб ты вылупил глаза. Я, кстати, вообще не понимаю, почему он так поступил с Алисой. Своя уже была готова к свадьбе. Что-то улыбаешься. Вот он провалился, он женился на деревенщине. Улыбаешься, чего? Я рада за сына. Он сделал правильный выбор. Ой! Валерий Шмар, ты подъехали! Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Сыночек, милый мой. Сыночек, я тебя поздравляю. Маленький мой. Спасибо, мой. Наденька, ты такая красивая. Поздравляю вас. Я очень рада, что вы приехали. Спасибо. Поздравляю, сынок. Извини, что без святого надежды. Как-то все это неожиданно. Спасибо, папа. Ну смотри, за молодых. Не-не-не, слушай, Литусенька у нас по шампанскому. Во, Маргош, я припасла. А это что? Самогон? Отдавайте. Литусенька. Горько! 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 Горько, сынок. Горько! Горько! СМЕХ Моя девочка, моя сносная. Моя девочка, че здесь? Че здесь? Это ваш фотограф уже нас замучил. А это не фотограф, это почтальон. Он все время ходит в фотоаппарат. Он все подряд стоит. Лапочки, ой, такие уруя. Ой, моя ненаглядная. Гляди, кто пришел-то. Что? Ну, ты осторожен. Счастливая то, Людмила. А что у тебя с Владимиром? Да ничего. Он на меня даже не смотрит. Как? Все о работе думает. Да ладно. Оливия у тебя вкусная. Сто лет не ела. Научишь? Да я тебе потом рецепт дам. Ну-ка, хватит есть. Рит, о женской чарте на что? Ну-ка, пойдем. Да куда? Куда, куда? Плясать. Нет. Так, в галерина ты или где? Да нет. Ну-ка, включила женские чары. Быстро! Ну-ка, встала! Давай. Сегодня ночевать остаетесь у нас. А завтра утречкам пойдем вон на озеро. Порыбачим. Ну-ка, мужчины, пригласите дам на танец. Легко! СМЕХ 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 Они ничего, правда? СМЕХ Своеобразные, конечно. Но хорошие, хорошие. Да. Слушай, я эти трубы совсем забыл, как ты мне красавица. Правда? Да. Слушай, какие у нас хорошие люди-то, да? Мне нравится. Да ладно. Пойдем местечко покажем. Что? Хороший местечко. Ну-ка, пусть ты сказала. Ты что, дурак? Володя, ну нет, не прекрати. Ритос, иди сюда. Косой, косой, косой. Подожди, пальто, пальто испачкается. Иди сюда. Нет, не прикасайся. Риточка. Рита. 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 Увидится кто-нибудь! Стоп, не здесь! Да подожди! Не здесь! Да пошли! Стоп, подожди! Да пошли! Куда ты? Ах! Красота-то какая! Тишина! Мэш! Мама? Ой, смотри! Говори, никто не увидит! Господи, никто не увидит! У! Улыбочку! Ааааааааа!!!